В 2020 году должно быть в полном объеме завершено развертывание фельдшерско-акушерских пунктов. Это одна из задач, указанная в послании президента страны, касательно здравоохранения. В своей речи Путин сформировал несколько основных направлений, по которым нужно будет работать, чтобы улучшить российскую медицину. В частности, предстоит провести реформу первичного звена медицины, то есть реорганизовать работу больниц общего профиля. Рина Цычуева об этом подробно. Трудно совместимые три вещи в одном кабинете, то есть где-то может быть это и излучение, это не соответствует нормам, санитарным нормам. Но так как у нас нет других помещений, поэтому приходится это все делать в одном кабинете. Условия действительно были, мягко говоря, неприемлемые. В приспособленном ФАПе Яндере медикам еще недавно приходилось оказывать необходимую помощь пациентам. Трещины на стенах, маленькие кабинеты, в которых принимали шесть специалистов одновременно. Крыша протекает, об оборудовании вовсе говорить не приходилось. В старом ФАПе не было возможности делать УЗИ, кардиограмму и сдать необходимые анализы. Пациентам приходилось ждать часами в коридоре, чтобы попасть к нужному специалисту. Кто с прививками пришел, им тоже приходится ждать. Кто пришел с процедурами, тоже пока прививки. Потому что после прививок надо кабинет обрабатывать, облучать ультрафиолетовой лампой. Ситуация в корне изменилась, когда в республике начала свое действие программа по модернизации здравоохранения. В Яндере приступили к строительству долгожданного ФАПа, о котором так мечтали медики и пациенты. Новое здание возвели в короткие сроки. Также быстро справили новоселье. Сегодня в ФАПе Яндере медики оказывают пациентам всю необходимую помощь. Здесь работают все узкие специалисты. В этих условиях у нас есть очень хорошие условия. Горячая вода есть. Таких качественных объектов, как ФАП в Яндере, должно быть больше по всей стране, заявил в послании президент. Медицинская помощь должна быть намного доступнее сельскому населению. Люди зачастую не могут выехать в города, чтобы найти нужного специалиста. Путин отметил, что продолжительность жизни напрямую зависит от качественной медицины. Поэтому сейчас необходимо сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, с которым соприкасается каждый человек, каждая семья. Именно в этой сфере много больных точек. В этом году мы должны в полном объеме, как и предусмотрено в профильном национальном проекте, завершить развертывание сети фельдшерско-акушерских пунктов. Но это не значит, что все проблемы с ФАПами решены. Хочу подчеркнуть, смысл их работы не в том, чтобы выписывать справки и направления, и сходу сопровождать людей, спроваживать людей в райцентр. У специалистов на местах должна быть возможность оказывать реальную помощь людям, использовать современное оборудование и скоростной интернет. Я прошу Общероссийский народный фронт взять под контроль ход оснащения, строительства и ремонта ФАПов. Также с 1 июля будут запущены программы модернизации первичного звена здравоохранения. Предстоит отремонтировать и оборудовать новой техникой поликлиники, районные больницы, станции скорой помощи во всех регионах страны. Единственные и долгожданные ФАПы буквально два месяца назад открыли в селении Арамхи и Жерахи. Руслан Ахреев за медицинской помощью обращается часто. Мужчина – гипертоник. Высокое давление заставляет идти к врачам. Благодаря новому фельдшерско-акушерскому пункту он может получить качественную медицинскую помощь у себя в селе. Проживаю в Арамхи, в этом соседнем доме, уже больше 25 лет. Стройка нового ФАПа у нас в Арамхах. Мы очень довольны этим, что у нас будет сейчас наконец-то выйти там. Дома вышел уже под носом ФАП, это очень хорошее дело, конечно. И также у нас очень много отдыхающих здесь рядом, курорт Арамхи тоже нужно бывает. Условия намного лучше благодаря новому ФАПу стали и у медиков. Фельдшер Марина Томова работает уже 20 лет. Все эти годы пациентов они принимали в приспособленном помещении. С новыми условиями устанавливать диагноз, проведить общую диагностику и направлять пациента к врачу на лечение стало легче. Вообще построено очень хорошо, есть все кабинеты, есть привычный кабинет, есть процедурный кабинет, есть кабинет для фельдшера, чтобы вела прием. Все оснащено, все оборудовано, все есть, холодильники, все для работы, все готово. Просто начать работу. Сегодня фельдшерско-акушерские пункты функционируют практически во всех крупных селах региона. В рамках проекта развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи в этом году ФАПы будут построены в сельском поселении Нижние Очулуки и Галашки. Строительства в каждом населенном пункте подобных объектов, как сказал президент России, должны решить задачу и сделать медицину намного доступнее. Рина Сычуева, Новости 24.